привет всем ну что вот прошло два года с момента как я начал работать в данном мастерской и я подумал надо рассказать про все станки которые у меня тут есть все-таки некоторыми вот как этим или вот как корветом два года проработал поэтому думаю есть что сказать плюсы-минусы доработки ну и как бы свое мнение по поводу взял бы я бы данной сленки опять нет вот напомню брала его совсем по другой цене то есть примерно в 50 тысяч два года назад сейчас они стоят куда больше там 90 это самое получается ранняя модель скорость 3 1200 оборотов двигатель 1800 опять же не указано это выходная мощность или же он потребляет только вопрос хороший но опять же расскажу про доработки и про все остальное поехали начнем с того что как говорится у меня на столе тут разложено а дальше уже перейду к саму станку диски диски я использовал разные от всем известных фирм до номер суду дорогих до обычных плюра мерлен это серый остальное это спец два спица и vertex это последний диск которая взял для того чтобы распиливать именно 85 миллиметров то есть ну точнее 160 пополам то есть начало 80 сверху прохожу потом снизу вот могу так сказать что так какой-то знака 3200 оборотов все у которых написано было на которых было написано чист чистый рез это вот спец 1 2 3 4 ну и вот тоже вера мерлен только радиус о диаметром 255 миллиметров стоит вот могу сказать так что режут они все одинаково что тот оранжевый диск вот идентично разницы никакой только разница в цене по поводу некоторым не писали там насчет заточки что оранжевый диск у нас долго очень прослушать все стороны мало прослушать поверьте вот этому диску полтора года смт столько же считает так что спицам а идентично по как они по возрасту точно такие же как и оранжевый диск вот так что не считая нужно покупать дорогие диски далее у данного станка была проблема со скоростью 3200 оборотов я решил с помощью того чтобы у токаря заказал выточил это стандартный он диаметром 4 сантиметра идет внутрь я шкив снял там туда поставил три с половиной сантиметра три сантиметра не советую ставить то есть у токаря заказывать но это объясню позже то есть три с половиной это максимум диаметр который можно в него без проблем поставить без доработок вот дальше вот это приблуда я вообще не работал она не сдалась как говорится далее параллельно у нас упор вот эти болтики все пишут да они раскручиваются для того чтобы настройку выполнить я их и термоклеем заклеивал то есть но они короче раскручиваются дальше тут было пластиковая планка как вот с этой стороны я и убрал так как от нее толку мало хорошего а вот плохого есть так как она была изогнута по центру была вогнута точнее по краям по центру выгнута так что от нее толку мало далее далее от чего и избран в этом станке это вот от этой детальки точнее получается раз деталька 2 деталька 3 деталька почему потому что данная вещь должна стоять логичное дело за диском если мы смотрим спереди-назад диск должен закрывать его собой вот как не старался то низ торчит то вверх торчит то есть ну не встает она как полагается далее толщина слишком большая например оранжевый диск или серый диск то есть dexter они пропиливают у них толщина пропила тоньше чем толщина данной приблуды по факту получается так что заготовка идет диск пропилил дальше заготовку упирается уже пропильной частью вот сюда вот поэтому пришлось избавиться в моей работе может кому-то этой и потребуется дальше как видите 90 градусов 60 45 нулевые получается вкладыши так как стандартный вкладыш ну во первых понятно дело он не нулевой но я вообще не знаю зачем смысл такой прорези делать с завода если сюда диски да да не встают так дальше вот это вот не хочу хорошим закон как говорится называть деталька вкладыш она скажем косоватая то есть кривоватая если посмотреть она будет кривая хотя вроде как стать тут ну примерно 3-4 миллиметра но она все равно кривая дальше мы поговорим про угловой упор это угловой упор нестандартный стандартно у нас получается вот упорчик вот давайте ставим чтобы посмотреть на них вот получается стандарт не стандарт стандартный он хоть ходуном влев вправо лев вправо вот его то есть настроить так чтобы он пазах не летал влев вправо невозможно я знаю что сейчас в обновленных там сделано прорезь по центру далее конусные получается то ли шуруп то ли болт закручивается тем сам получается расширяется грани и вроде как должен нормально ходить но это надо спрашивать у тех кого новая станка вот поэтому заказался алиэкспресса вот такой вот упорчик что могу сказать подстраивается настраивается он хорошо тут все настраивается просто все вот далее из этих пластиковых ток можно настроить так что он вообще вот влев вправо не ходит но единственный момент тут все-таки минус есть это вот это алюминиевая направляющая если бы она была остальное было вообще замечательно но она алюминиевая отсюда вывод какой то есть если мы большую заготовку тянем то есть получается большой рычаг вот и тогда есть момент изгиба но это как бы вот в этой части то есть получается где идет крепление верхней части к алюминиевых направляющих вот но он незначительно минимально поэтому как бы надо понимать для чего берем именно вот эту головой упор для мелких деталей он просто офигенный вот далее как видим вот эта часть приставная фанера внизу фрезер попозже покажу давайте закончим сверху сверху так далее чугунная столешница это конечно все хорошо замечательно просто офигенно но накрывая и мне люди писали как я понял она кривая у всех и я общался получается с производителем белмашем ну они как бы поняли в чем намек пытались открещиваться от этого дела но короче потом вроде согласились вот получается погибается в этой части в этой части с чем это связано это связано с тем что пильный узел я потом покажу вскрою с внутренней стороны покажу он слишком массивный тяжелый там много частей чугуна и он крепится не к тумбе а к столешнице столешнице хоть там ребра жесткости есть но она тонкая связи с этим идет прогиб вот этой части я как бы провел эксперимент залез внутрь мотор то есть мотор моторную часть всю которая к столу крепится просто взял и подпер то есть подпер досочкой итог какой вот эта часть сразу же выровнялась мне пытались белмаш там сказать ой у вас тут неправильно выстрел 90 градусов из-за этого там выпирает так далее я вообще выкрутил потом болтики и поэтому можно было хоть больше хоть меньше 90 градусов то есть вся проблема в том что пильный узел крепится не к тумбе а к столешнице так что так вот поэтому мое мнение что и последующие станки то есть который буду брать могу так сказать буду брать только те станки где пильный узел крепится к тумбе они к столешнице к столешнице не нужно чтоб копилось столешница нужно что просто взял столешницу и все и на этом игра окончилась вспомнил еще про одну проблемку данного станочка ну или косячок это параллельность пильного диска направляющим угловых упоров то есть главу проходит пильный диск он не параллельно то есть сейчас мне скажут ты не умеешь инструкции читать и так далее но те кто будут так писать сразу говорю буду их банить и кажется бесщадно то есть не надо себя делать умных людей строить особенно у тех которых по факту станков таких нет вот я в первый же день когда поднял станок собрал понял что он не параллельно созвонился сбил машем с техподдержка это видео целого показывал ну что они понятное дело они указали как в инструкции там два болтика спереди два сзади в мире вместе вместе там декрепция пильный узел к столешнице находится эти болты откручивается и пильный узел в это выставляется параллельно должен вставляться этим направляющим но он у меня уже находится в крайнем положении он все равно не параллельно кто-то может сказать что отверстие больше просил ли там сделай так далее ну короче я считаю не надо портить просто во время работы я когда что-то пилю делаю я просто для себя не забывают момент ну что перед нами передняя нижняя часть тоника тут у нас составляется угол пильного диска но имеется до линейка выставляется той ручкой вот ну линейка не соответствует истине есть цифровые угломеры купленные есть тест у меня на канале их могу так сказать что она совсем не соответствует да там есть пластиковая накладочка прозрачность красной рисочкой там есть ну как говорится зазорчик и можно болтиком там регулировать но мне даже пришлось его рассверлить чтобы попытаться отрегулировать но короче чуть плохо все вышло то есть имеется думу все равно не хватает дальше данный выключатель я знаю вроде как в новых версиях там более большая то есть планка идет нажим можно хоть коленкой нажать это все офигенно в новой версии я думал старый когда покупал думал тоже повезет но нет вот минус какой провод короткий встает только с левой стороны то есть если вы правша с правой стороны станка вы не поставить я считаю это минусом мне было удобнее было бы справа далее посмотрим на данную педальку вроде все отлично когда опять же это мой первый пильный станок поэтому до этого я смотрел на кровет у него две педали думал о тяжело две педали нажимать да лучше одну ну то есть удобней все прикольный на самом деле нет удобнее две педали потому что прежде чем нажать на педали вы придерживаете за верхнюю часть станка вот за эту рукой и нажимаете на педальку данный станок что он делает он просто падает он падает вот той частью задней то есть задняя частью он падает а пол с таким дребезгом что он как бы думает что сейчас станок рассыпется ножки вот эти вот типа резиновые они пластику они и они не помогают вот поэтому удобнее когда две педали то есть вы верху с одной стороны приподняли нажали на ножку опустили и обошли со второй стороны приподняли нажали на педальку и и он у вас опустился полностью с одной педалька это не вариант совсем не вариант ну что посмотрим что у нас справа ну вот перед нами правая часть у меня тут фрезер ставлен спец ну типа внешне копия макиты понятное дело что с макитой ему не тягаться логичное дело что свою как бы работу легкую он выполняет не надо думать что это замен макиты логично делать не замен макиты то есть у кого будет при первый фрезер будет думать стол ну он подойдет если денег нет опять же если деньги есть то понятно дело можно другое рассматривать логичное дело будущем будет заменен на макиту вот тут крепится он с помощью каркас я сварил из стальной трубы получается 30 там на 20 вот сверху фанерка он крепится к фанере ну и дальше каркас крепится к алюминиевой направляющей вот что еще хотел показать ну это получается толкатель толкатель у нас пострадал от своей работы которую он и должен выполнять но зато как говорится руки целы вот ну что еще по правой части могу сказать вот там барашки имеет свойство откручиваться ну это также знайте пыль у нас стружки летят из-под столешницы имеет свойство вылетать то есть он не герметичный корпус не герметичный ну чё посмотрим заднюю часть перед нами задняя часть снизу я поставил вывел патрубок для стружка отсоса далее задняя крышка у нас скрепится на шести болтах два я пока оставил 4 сейчас выкрутил сейчас до этого они были вкручен что хочу сказать у них головка на шестиграннике и тем самым сильно не закручивать иначе когда надо будет открутить вы вообще не сможете скучить поэтому слабо слабо закручивайте сейчас я откручу данную крышку и покажу изменения которым не пришлось внести в данную крышечку ну вот я открутил ее ну что перед нами пильный узел а это крышечка которую я снял это внутренняя часть то есть та которая эта сторона смотрит на пильный диск что я изменил та часть которая сейчас упирается в пол была заводом изготовителем еще снизу завернута в сторону длинного узла то есть под 90 градусов я ее спилил так как из-за данного как говорится выступа она не пролазила вот сюда не вставала тем самым я тратил 15 минут минимум для того чтобы это чуток обратно вставить то есть он никак не хотел вставать поэтому пришлось подпилить так но теперь давайте поговорим про данный пильный узел наш красивый ну что вот он пильный узел верхняя часть крепеж и вот эта часть она у чугунная сзади точно такие же части они все чугунные мотор сам крепится сам вот мотор крепится опять же к этой части с помощью чугуна и вот эта вся масса прикручена к тонкой столешнице отсюда и происходит выгиб столешницы внутрь то есть она выгибается подвесом мотора вниз дальше получается эта часть на стандартная шкив я его снял и как видите там стоит но он меньше диаметром основной 4 сантиметра там четыре с половиной вроде тот который поставил три с половиной сантиметра три сантиметра смысла ставить нету объясню почему потому что там есть получается направляющих с помощью которой вы натягиваете ремень там есть прорезь то есть она длинная если вы поставите три сантиметра то шкив то вам просто не хватит это направляющий для того чтобы натянуть ремень вам придется и и наращивать то есть наваривать или новую варить при трех с половиной сантиметрах получается диаметр шкива то есть получается так что прямо в крайнее положение он встает да и смысла делать меньше чем три с половиной я не вижу потому что на трех с половиной сантиметров шкива станок выдает 4200 оборотов могу так сказать что для того чтобы пропилить получается доску 80 сантиметров 85 то есть получается не полностью пополам распилить например просто прорезь сделать 8 сантиметров например доска 160 вы проходите сначала снизу потом сверху 80 сантиметров вот с данным шкивом 30 35 миллиметров можно пройти если у вас там 24-30 зубов не столь важно лиственница дуб там и так далее то есть но если вы возьмете больше зубов то станок будет вставать перегреваться поэтому единственный минус вам может ли кого-то плюс и не знаю как бы я просто ставлю диск на 24 зуба и пилю и для меня это не проблема зато на 4200 оборотах сколов в разы меньше на мелкие детали ну и что общение это все зависит опять же от криворукости как поведешь как как поставишь а так все отлично вот как как видите моторчик кстати считаю упирается щиток я не знаю как в новых версиях станках пишут что у него там двигатель 2 100 ну как я понимаю 2 стоит получается так что он будет в диаметре больше и в длину больше ну во-первых в длину видите там зазора вообще нету то есть дальше верху зазор есть но он здесь потому что мотор опущен в нижней в нижнее положение то есть если сейчас его поднять то он упрется в стенку там точно также не останется зазора поэтому вопрос как поставили туда более мощный мотор или же просто-напросто оставили данный мотор но как говорится рекламная рекламодатели там и не знаю менеджеры написали вас по странные не знаю как 2 100 сюда воткнули вопрос очень хороший далее на на данном моторе я его полностью то есть на месте снимал мотор смотрел то есть у него нигде не написано ни мощность нигде сделано вообще ничего но ней мотор вот ну что заднюю часть я думаю по заднюю я порчу давайте перейдем тогда к подведению итогов а теперь я думаю можно уже подводить итоги ну первый вопрос как бы стоило мне покупать данный станок или не стоило то есть купил бы я его не купил бы на то время когда я упал два года назад я бы его купил потому что это был первый станок чугунную меня да вообще чего на такой вообще станок такой был первый вот в моей жизни то есть про косяки которым рассказал я не знал то есть на эти косяки можно спокойно магазине посмотреть увидеть и не взять станок или попросить чтобы их исправили там так далее то есть поэтому как бы так получилось вот то есть центральная часть станка имеет прогиб и она у всех потому что люди мне писали спрашивали если у меня такие прогибы я написал что есть это не один человек не это писал то есть при том что они писали покупали новую версию данного станка с более мощным двигателем в топовой комплектации с чугунятиной по бокам даже писали у тех кто джет взяли то же самое писали спрашивали если у меня прогиб или нет вот я когда брал вначале там обзоров на этот станок не было на корветах были но там просто клали линеечку и показывали ой смотрите косой столбина почему то есть ну некоторые писали ой можно шкурочка исправить там вся фигня на натрия рубля то есть по факту это шкурочка не исправишь поэтому надо знать из-за чего данный косяк этот косяк опять же из-за пильного узла поэтому он неисправим исправить только можно так что переделал полностью станок весь теперь на пильный узел отсоединить и присоединить к туне тогда это не в данном станке то есть это не сделать не проделать поэтому с нынешними реалиями с нынешними ценами там очень стоит в топовых комплектаций там 100 100 с копейками поверьте можно было выбрать другие других фирм станки я не буду называть сейчас название чтобы не сказать что реклама вот просто чая люди мне писали я как бы им скинул ссылочки говорю ну если я вообще сбрала я брал бы вот такие вот у них пильный узел крепится к тумбе это во первых во вторых весь пильный узел там куда качественнее сделать чем тут в третьих мотор там куда мощнее даже чем в топовой комплектации белмаша на в нынешнее время вот поэтому в нынешних реалиях я бы станок давно не брал именно даже обновленный то есть даже обновленный я бы его не брал вот но может кому-то вам сильно понравился цветом не знаю одним колесиком там чем еще не знаю тем что это типа белорусы белмаш вот кому-то хереть и этим смог понравился ну как говорится можете брать не вопрос далее вот эти вот листы стальные от них как бы толку мало то есть как но для поддержки да то есть они кривые по центру прогиб где-то даже по краям целостности нету но пришлось допилить так что так так что тоже не рассчитывайте на эти дополнения то есть и стали там вторая часть чугунной стрелечницы нет если вы хотите то берите чугунные с чугунными вставками то есть это более дорогая версия новая но что-то мне большое подозрение что алюминиевые линейки со временем не выдержит потому что на самом деле они имеют свойства гнус в общем за два года станок много чего сделал но я на данном стаке много что сделал почему-то я приноровился то есть к чему-то с чем-то я смог сработаться то есть данном станке но с чем-то вот как бы все-таки не сработать так что так поэтому мое мнение на данный момент в нынешних реалиях станок лучше данный нет брать следующий обзорчик будет про корвет 106 и так как он меня тоже два годика вот ну все кто смотрели всем спасибо и пока